На 12 этаже 25-этажного дома произошло возгорание строительных материалов. В результате пожара службам ЧС пришлось эвакуировать жильцов. Все это сценарий очередных тактических учений пожарной службы. Какую оценку получили представители нелегкой профессии, а также работники коммунальных служб, расскажем в следующем сюжете. Службами ЧС неоднократно поднимается вопрос по высотным домам. Дело в том, что выделять деньги на содержание здания, в том числе на приобретение средств пожаротушения, должны сами жильцы. Однако ни домовладельцы, ни ОСИИ ПТ на такие, по их словам, мелочи не обращают внимания. Что приводит к нарушениям пожарной безопасности. Не исключением стал и этот высотный дом. Капитальное нарушение внутренней пожарной краны не работает, насосы не работают. Если что-то случилось, например, должны работать пожарные краны внутренние, и пожарными кранами должны тушить пожары внутри. И потом пожарные лестницы есть специальные для эвакуации людей. Они сейчас забиты, закрыты. И третьих, пожарные датчики здесь не работают. Как оказалось, тактические учения проводятся не только с целью оттачивания навыков пожарных, но и для проверки готовности самого дома к любой опасной ситуации. Результат в данном случае отрицательный. Всего в учениях было задействовано 8 единиц техники. Центр медицины катастроф, пожарные подразделения, городская медслужба, газовая служба и электрики. Да, в целом по итогам подразделения справились. Конечно, в каждом случае, каждый случай пожара – это отдельный случай. Но здесь подразделения отработали все действия по спасению людей, по оттушению пожара. В целом оценка положительная. Учения проводятся на постоянной основе. В этот раз за их ходом следил глава региона.